привет друзья я думаю что уже многие видели эти надписи кто к нам заходил многие по этому поводу шутят некоторые с нами ругаются и ссорятся есть много разных вариантов в общем сегодня вкратце и по порядку расскажу что произошло с нашей мастерской прокатом почему я считаю что с велосипедом нежелательно заходить в магазин и прочее прямо вовнутрь и покажу где открылась новая мастерская с прокатом куда можно сходить и сделать все эти процедуры которые раньше вы делали у нас и так друзья расскажу сначала по поводу заходить в магазин с велосипедом многие негодуют если их выгоняют когда они заходят вот в нашем случае я возьму наш случай сейчас вот прям вот сюда вот так вот с великом вот прям вот сюда вот покажу как это обычно происходит и почему мне кажется это чуть-чуть ненормальным несмотря на то что я заядлый велосипедист и по сути я с него почти не слажут но сейчас покажу каким образом это обычно происходит можно накачать колесо я правильно показал это идеально друзья вот это это не нормальная ситуация потому что я когда катаюсь на велосипеде я захожу в любой магазин в любую я вам наведу даже пример я недавно был уве вела магазине у своих друзей я часто вообще мы все веломагазинами дружим может кто об этом не знает но по сути мы все друг друга продавцы часто директора мы все знакомые мы друг другу часто ездим в гости так вот я когда даже кому-то приезжаю в гости учитывая то что это мои знакомые что я с ними знаком там более десяти лет у меня никогда и мысли не было зайти прям с велосипедом прям в магазин прям к прилавку я считаю это не нормальная фигня если есть место под велопарковку возле магазина я оставляю его там если места нету то я просто ставлю в магазин захожу и говорю чуваки а где можно оставить вел в нашем случае у нас есть прекрасный предбанник где можно оставить ел то есть такие варианты что знаете ну стрёмно не оставить что типа там есть парковка но там какие-то ходят стрёмные личности и это стрёмно в нашем случае есть где оставлять вел но у нас стране есть огромная проблема в социуме люди никогда ничего они боятся спрашивать люди между собой не общаться даже когда ты стоишь в очереди например и кто-то хочет вот так вот пройти через линию у тебя никто не спросите по извините а можно я пройду это куда конечно пройдите у нас почему-то это происходит типа тебя просто бортуют и проходят тоже и на дороге у водителей и вообще все остальное в общем есть такая проблема и у нас тоже никто никогда не спрашивает вот такая фишка происходит люди прям с великом сюда заходят бросают очень часто на стойку со шлемами она все падает и так далее поэтому не смейтесь того когда вы видите надпись что прям с велосипедом нельзя заходить и так выговорился вам о наболевшем идем дальше подкачка колес и мастерская как я уже показал у нас есть таблички которые почему-то никто не считает сейчас мы прогуляемся в мастерскую прокат вот которые здесь показаны я вам покажу как они выглядят что там вообще происходит что-то можно сделать адрес и все остальное здесь есть к сожалению никто эту табличку не видит никто не пользуется google картами и так далее поэтому я сейчас вам покажу как пройти туда и где-то находится для того чтобы было проще вы выходите на набережную тут есть оболонская набережная вот это она и вот есть 11 номер дома вот это он как мы доходим ровно сюда и тут упираемся вот в такую табличку и вот возле этой табличке есть еще вот такие флажки и это означает что нам надо идти вот тут до салон обменник еще что-то здесь не хватает таблички я согласен вот здесь вот ее тоже нужно было бы поставить и вот мы оказываемся здесь и сегодня покажем что здесь есть как она работает и я немножко расскажу о том почему мы мастерскую нашу закрыли с прокатом и здесь вот она образовалась сразу же скажу это не наша мастерская с прокатом а это мастерская с проката моего родного брата андрея первый раз кстати вообще говоря о том что у меня есть родной брат наверно видео или может как-то вспоминал вот он у меня есть и вот он сидит и продает велики в прокат дает ремонтируют я не знаю что ты с великами делаешь еще моешь паскаешь говорит делает все и всякое давайте быстренько пробежимся по ассортименту что здесь есть я уже понял я прокат мастерская но я смотрю здесь можно мелочи всяких прикольных прикупить по брендам я ссылку вообще на сайт андрея ставлю здесь в описании к видео там же будет и телефон и все контакты но мы просто еще заглянем быстренько что здесь можно прикупить если вам что-то нужно потому что я себе сегодня багажник уже здесь застал короче что-то такое что у нас может не оказаться но вот здесь я смотрю что то есть он рад я смотрю его много у тебя тебе нравится да ты дорогой что-то пробовал продавать или принципе так вот люди которые прокат берут еще что-то проще пока 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 продаем бюджет а может сказать какие велики у тебя в прокате здесь вот верхние висят я так понимаю да но в принципе все что практически новое или новое живое это все есть а то есть берега вот это башнике вот для любителей не натереть попу вот специально стоит два широкими сидушками ребята в прокате почти то же самое все что и у нас было это городские треки кстати очень хорошие но почему-то у нас их недооценивали всегда ну они очень хорошие мне всегда нравилось на них кататься и сверху вот мериды висят тоже есть треки для тех кто любит как раньше было все 3500 это стандартный вариант есть подростковые женские все это есть скажи нам по цене а и детские вот этот вот 16 до скажи какая стоимость проката и что вообще для этого нужно ну у нас была система ребята напомню у нас была система сейчас в этом начнете там читать законы кодексы и прочее но система была предельно ясна и проста вы оставляете залог денежный какой-либо документ не в залог а на хранение вот так вот и примерно вот такая вариация это сделано для того чтобы не было соблазна у кого-либо взять этот велик и утащить у нас такие случаи в прокате бывали и честно говоря они не сильно приятные они как бы демотивируют поэтому такая была система она лучше всего когда мы уже знали вас в лицо вы приходили прям наш друг естественно что были такие варианты что не нужно было оставлять типа денежный залог а бывало даже такое что мы могли без документов и своим друзьям но это все индивидуально какая система если приходит человек ты же можешь ему отказать если вдруг от него перегаром воняет например естественно потому что мы за здоровый образ жизни как бы вот и против алкоголя вот дальше система оформления очень простая на самом деле то есть требуется или же загран паспорт вот желательно с отметками выезда чтобы были вот либо водительское удостоверение но при себе желательно иметь второй документ на ту же самую фамилию как бы для установления личности вот в принципе как бы этого достаточно денег не не берешь денег ну если без документов то да тогда конечно какая сумма если без документов вот 200 долларов зависимостью от модели которые берут более дорогие модели 300 долларов более простые рэкетов модели а я тебе могу монобанком скинуть на карточку а потом отдать и ты меня вернешь этот залог на монобанк назад это называется гибкость друзья мои это только что придумал по стоимости по стоимости на сегодняшний день стоимость составляет в будни дни 100 гривен час 250 гривен полдня полдня это не более пяти часов вот либо же день 300 гривен сутки сколько сколько 150 день 300 здесь будет тракторик вы понимаете чем я говорю вот выходные дни немножко дороже получается 120 гривен час 300 полдня триста пятьдесят пятьдесят день сутки на 400 это 26 на 26 колесах с обычной системой тормозов велосипеды тех обычно это вибреки вибреки или же механическая система дисковая да те которые найнеры 29 или 27 колеса будут стоить в выходные дни 150 гривен час 350 полдня 400 день 500 сутки ты все запутал я бы сделал одну стоимость на всю ну типа кто первый пришел того нормальный вела кто не успел того последний кстати вот у меня у нас так и получилось в этом году это мы будем пересматривать но пока что мы соблюдаем еще старый график со старого проката чтобы не путать людей в дальнейшем скорее всего будет уже последняя озвученная стоимость выходного дня возможно кстати в андре узнали его помните еще первые прокаты с андрей занимается этим уже очень давно вот примерно не знаю лет десять точно и первый прокат был и мастерская они остались у тебя вот там это на площади возле минской вот так вот на карте это выглядит . там тоже есть проказ мастерской и скорее всего вы там уже были брали знаете а это вот то же самое но в другой локации то есть это как я уже раньше говорил это не мы открыли саши это но мы можем это порекомендовать потому что это ближайшее что есть от нас и в принципе но это не артицы прокате тут стоит но это ремонтный это ремонтный это ремонтный в прокате здесь нормальные велики и поэтому мы почему можно брать и цены такие как бы вроде вменяемые сейчас я быстренько покажу что здесь есть по запчастям что можно себе если что поменять ну так чтобы знаете бывает такое многие думают что все везде запчасти есть наличие нет их нет но бывают самые популярные запчасти которые обычно есть ему быстренько сейчас посмотрим что здесь есть такое чтобы вы понимали что можно заехать и сделать самая популярная смазать цепь это здесь я так понимаю есть смазку цепи здесь тоже вы можете купить кассету трещотку вот такие штучки если что-то надо эксклюзивное надо заказывать если у вас простая шестеренка на 6 на 7 здесь это есть можно поменять поставить какие-то подшипники все это есть если вдруг будут вам менять ось и выпадут шарики шарики можно будет найти то есть вас не будут отправлять на коровая выдача или куда-то там на авторы на как меня в детстве покупать себе шарики отдельно оси эксцентрики тормозные колодки разные но если у вас специфические тормоза вот как у меня например были я искал их по всему киеву по всей украине и нашел где-то как-то случайно поэтому если специфические покупать если нет лучше наберите заранее вот здесь вот номер телефона написан спросите если колодки на ваш тормоз или нет есть еще какие-то звездочки тормозные ручки переключатели перекидки втулки педали в общем все такое есть но ничего сверх дорогого естественно нету ну вот например возьмем педальки честер которые у нас самые популярные кстати закончились здесь вот ну такое я не вижу но надо смотреть в интернет-магазине может быть можно заказать заранее а может и нет в общем просматривайте интернет-магазин и смотрите что вам нужно а что вы можете взять прям отсюда этот велосипед я так понимаю это твой да ты катаешься на мериде да у тебя тут очень мало света сразу типа порекомендовал бы еще дополнительные лампы такие вот мы себе делали потому что я на видео сейчас типа высветил вот так вот друзья вы видите ну реально помещение чуть-чуть маловато света ну знаете так сразу можем андрею что-то посоветовать пока мы здесь я хотел бы посмотреть еще инструмент вот эту мастерскую тоже довольно таки прикольно просто просмотреть что есть и тут нет ничего сверх естественного но вот примерно есть тисочки если вот такой вот вот такой вот стол примерно вилку накачать можно я смотрю необходимые вещи если не глобальные здесь вы все это можете сделать конечно лучше переспросить но вот так я понимаю просто что здесь как вот я себе делал ты у аморта да то есть там супер все оригинальные масла все эти расходники все это было здесь такого космоса нет поэтому если вам нужно что-то такое мега серьезное делать то вероятно надо поискать все-таки что-то такое где сразу будут расходники оригинальные места и так далее или на всякий случай уточнить потому что андрей ходит на семинары я так понимаю что через год может через полгода тут все будет развиваться и меняться потому что если бы вы видели какая мастерская была год назад вот это по сравнению с той был космос в общем развитие есть и это хорошо добавился еще один механик сейчас там набираем рада да вот и принципе с аморами мы уже начинаем сейчас работать вот то есть конечно да сейчас большого как бы спроса еще нету мы только первый месяц как открылись вот ну потихоньку по чуть-чуть то есть в принципе в первый месяц открытия уже было перед перебрано 4 вилки вот свой сейчас три была перевернута и сейчас она еще у нас подвес подвисла потому что мы ищем к нему ремкомплект вилка старая рокшок аская вот и возникли трудности по времени заказом ремкомплекта но мы все равно это сделаем если мы уже взяли но все равно это сделаем принципе как бы готовы готовы уже делать амортизаторы вот но пока что выборочно вот но думаю что к следующему году мы уже дойдем до он что мы будем принимать принципе практически все только не ставлю на которой невозможно найти запчасти да есть еще такой момент очень многие мастерские знаю не принимают вообще в принципе ардисы на ремонт вот у андрей я увидел ардис ты ардисы принимаешь на ремонт выборочно да вот если там ну скажем если привозят ардис вот и хотят чтобы все переключатели отлично хорошо работали но при этом изношенные цепи с теми же трещотками менять не желают то к сожалению мы помочь ничего не можем вот если вполне меняемо адекватно мы говорим надо поменять то это это чтобы она заработала человек согласен я не вижу сложностей да это кстати проблема распространенная мы были вот сейчас на выезде на тестах и ребята рассказывали у кого как работают мастерские мы свой вообще закрыли потому что каждому нравится делать что то свое и мы сейчас наверно на том этапе когда мы в жизни стараемся делать только то что нам нравится нам нравится крутить только свои велики поэтому ребята понимаю что это конечно эгоизм но как я и говорил мы уже на том этапе что мы делаем то что нам нравится и плюс есть еще такой момент что у нас очень много заказов и мы не успеваем их обрабатывать есть когда мы качаем кому-то колесо кто-то ждет свой заказ который мы можем vietap провтыкать, не обработать. Это есть основная вообще причина, по которой мы закрыли мастерскую. Ну и было много конфликтов. Вообще, я вот так вот у ребят поузнавал, у кого свои магазины и так далее. У всех плохие отзывы и негативы. Все это связано именно с мастерской. И зачастую, вот то, что Андрей только что рассказал, приходят люди, которые хотят принести ардис в ремонт. И они не хотят там ничего менять. Но они платят за полное ТО этих там 500 гривен или сколько оно стоит. И в итоге говорят, что вы мне сделали хлам, оно все равно там скрипит или трещит. При том, что, ну, кто катается на подвесах понимает, что любой подвес, хоть за 5, хоть за 10 тысяч долларов, он все равно рано или поздно будет где-то трещать, где-то скрипеть. Это железо и оно вот так вот работает. Даже на тестах новых велосипедов, которые стоят очень много денег, зачастую где-то что-то подтирает, где-то что-то уже там может подтрескивать. И это жизнь. То есть так нормально. Но не все это понимают и в итоге строчат вот такие огромные, огромные негативные отзывы ребятам в Google, на странице, в Facebook, еще где-то. И вот, знаете, ну, многие делают выводы в конечном итоге, а кто-то вот их не делает, но тем не менее с этим как-то живет. Но хотелось бы обратить на это внимание, да, будьте, скажем так, лояльны к тем людям, которые вам что-то ремонтируют. Если они вам рекомендуют что-то поменять и вы понимаете, что там есть здравый смысл, идите навстречу и слушайте. И, конечно, если вам пытаются что-то впарить, и вы понимаете, что у вас трансмиссия проехала всего 100 километров, вам говорят, и вам надо ее всю поменять, то, ну, тут уже надо задуматься, надо еще сходить в 2-3 мастерские и там перепроверить информацию. Главный вопрос, который меня интересует, так же, наверное, вообще... Всех интересует. Я вот сейчас смотрю «Игру престолов», чуть-чуть запоздал, и там все время все говорят, скоро зима, и зима будет сложной. Что ты будешь делать зимой здесь? Обслуживание лучше сноубордов. Смазки, парафины. Да, уход за одеждой, парафины, головные уборы зимние, те же баф, маски, шлемы. Возможно, добавится санчата, потому что горочка совсем близко, сложно удержаться от такого санчата. Вот такая история, друзья. Поэтому, кто еще был вдруг не в курсе, что у нас нет в мастерской проката больше, а я так понимаю, что многие не в курсе, вот так вот произошло. Это находится здесь. Ссылки на сайт я оставлю в описании. Адрес дорогу, я думаю, показал. Уже вот понятно, прям где оно, что и как. И пробуйте, пробуйте. Заходите, берите велики в прокат. Я знаю, что многие сейчас... Это очень актуально вообще пользоваться прокатом, потому что никто не хочет себе покупать велик, держать его на балконе, если он может взять раз в месяц на прокат за этих там 300 гривен и кататься, и вообще не париться. О его техобслуживании, о том, где его хранить и обо всем остальном. Тем более, здесь есть рядом парк Наталка, здесь есть рядом ПДН, здесь есть рядом министерка. Вариантов маршрутов отсюда, Собововской набережной, просто миллион. Поэтому наслаждайтесь этим всем. А сегодня спасибо скажу Андрею. И да, спасибо вам всем за этот просмотр. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok